МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Москва, Баку, сегодня. Коротко о главном. Вы узнаете, чем запомнился сегодняшний день. Новостная картина дня за три минуты. Главные новости Москвы, Баку и мира. Парламентария Азербайджана и России намерены в ближайшее время провести парламентскую конференцию в Госдуме в Москве. Ожидается подписание документа о создании межпарламентской комиссии высокого уровня. Напомню, что в июне с инициативой создать соответствующую комиссию выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин во время официального визита в Баку. А уже в октябре в рамках третьего совещания спикеров парламента в стран Евразии в Турецкой Анталии Володин встретился со спикером парламента Азербайджана Актайом Асадовым. Они сошлись во мнении, что интенсивность встреч президента России Владимира Путина и лидера Азербайджана Ильхам Алиева должна стать примером для парламентов двух стран. Тогда же Володин отметил, что работа по созданию межпарламентской комиссии находится на стадии завершения. Президент Зимбабве Эмирсон Нангагве планирует посетить Азербайджан. По заявлению пресс-секретаря, президент Зимбабве посетит с рабочим визитом Россию, Беларусь, Казахстан, а затем отправится на экономический форум в Давос. В Азербайджан и Казахстан, как отметил пресс-секретарь президента Зимбабве, богатые углеводородами страны. Одни из самых быстро развивающихся, кроме того, интересны с точки зрения энергетики и туризма. Также, по его словам, Зимбабве надеется на сотрудничество с Азербайджаном в сфере табачной промышленности и строительства. Азербайджан в обновленном индексе паспортов международной консалтинговой компании Henley & Partners занял 74-е место с возможностью посещать без визы 66 стран мира. Такой же показатель у паспортов Филиппин и Туниса. Всего в рейтинге участвуют 104 страны. Год назад азербайджанцы могли посещать без визы всего 63 страны мира. Россия занимает 48-е место в индексе с безвизовым доступом в 119 стран. Грузия – 51-е место, 114 стран. Турция – 52-е место, 111 стран. Казахстан – 67-е, 76 стран. Данные рейтинга показали, что самым мобильным является паспорт Японии, граждане которой могут посещать без визы 190 стран мира. Это рекордный показатель за все время существования этого индекса. Национальная авиакомпания Азербайджана «Азал» азербайджанские авиалинии запускает новый прямой рейс по маршруту Баку-Алматы. Полеты из аэропорта имени Гейдара Алиева в бывшую столицу Казахстана будут выполняться дважды в неделю. Отметим, что раньше полеты проходили с пересадкой в столице Казахстана – Астане. Кстати, сказать, что в 2015 году всемирно известная британская консалтинговая компания Skytrax присвоила национальному перевозчику Азербайджана и международному аэропорту Гейдар Алиев престижный рейтинг 4 звезды. А в 2017 году компания назвала международный аэропорт Гейдар Алиева лучшим среди всех аэропортов стран СНГ. В Азербайджане будут восстановлены традиционные сорта граната. Об этом заявили в Ассоциации производителей и экспортеров граната. Ранее в Азербайджане было распространено около 70 сортов граната, из которых сегодня выращивается только 20. Со временем геном изменился, гранатовые деревья погибли, а вместо них была посажена хурма, которая по итогам прошлого года стала самым популярным ненефтяным азербайджанским продуктом за рубежом. По мнению специалистов, экспортный потенциал граната тоже высок. Доходы от продажи граната за рубеж в минувшем году составили 10 миллионов долларов. Продукцию экспортировали в страны СНГ, Европы, а также в США и Австралию. На этом у меня все. Еще больше информации на портале москвабаку.ру. Смотрите нас каждый день. Хороших вам новостей сегодня.